пришло время собирать пока полгода назад мы вам делать этого не рекомендовали и говорили что нужно подождать но кто ж знал что так получится и вот как на мой взгляд сейчас обстоят дела когда 100 рублей превратились в 1 доллар стало ясно что хорошая электроника теперь это что-то на богатом но уже через два месяца он вернулся к 60 и не совсем ясно это уже дно или начало новой волны логично что в такое время многие задумались обновить электронику у крипто инвесторов наступил зимний период доходность майнинга упала в общем думаю многие сейчас хотят обновить железо или купить себе компьютер нормальный игровой компьютер обойдется сейчас вам где-то в 50-60 тысяч рублей еще полгода назад столько стоила одна видеокарта мы проанализировали все логичные варианты поговорим что где брать какое железо обходить стороной а что отрывать с руками этот ролик как и прошлый про конец эпохи кремния мы выпускаем без рекламы и без интеграции я считаю что это важные темы тут нечего ждать лучшей вашей поддержкой будет подписка на наши соцсети группу вконтакте и новостной канал в телеграм ссылочки будут в описании спасибо на связи мк сегодня изучаем этот нестабильный компьютерный рынок и первое с чем придется смириться сейчас выгоднее купить часть железа на алиэкспресс до доллар упал цены на электронику в массе своей тоже но уход множество компаний это компенсировать не сможет магазины сейчас в массе своей распродают остатки техники закупленные несколько месяцев назад и эти запасы не вечны а на параллельный импорт возлагать большие надежды тоже не стоит казахские самсунги оказались в два с половиной раза дороже чем рекомендованные цены на них в европе вот и получается один из самых простых способов сейчас сэкономить это заказать часть железа из китая да на алиэкспресс курс сейчас выше центробанковского до гарантии там как говорится до порога но все еще хватает комплектующих которые имеет смысл там брать например это касается процессоров народный райзен 3 600 там можно найти дешевле 10 тысяч рублей тогда как в крупных отечественных магазинах за него просят аж в полтора раза больше вполне возможно что с али приедет б.у. камень но какая разница процессор это последнее что может сломаться если вы не будете его скальпировать и перегревать после установки в плату он запустился с очень высокой долей вероятности никаких проблем в будущем у вас с ним не будет в массе своей процессоры сгорают от внешних факторов такие как поломка материнской платы или блока питания поэтому брать их без гарантии можно смело так что закидываем в корзину райзен 5 3600 и хотя камень не новый ему больше двух лет все еще шесть ядер с частотой в 4 гигагерца на семи нанометровой архитектуре zen 2 до сих пор дают жару если вы не планируете покорять отметку в 200 fps этот процессор отлично подойдет даже к rtx 3060 или rx 6600 xt и падать ниже этого уровня я не рекомендую про райзен предыдущих поколений стоит забыть одноядерная производительность там оставляет желать лучшего как и частоты про а и 5 10 400 тоже забываем он стоит как райзен 3 600 и обеспечивают схожую производительность но платы под него дороже да и про апгрейд в будущем придется забыть теперь нужно выбрать охлаждение и материнскую плату случае с первым можно пойти двумя путями или закинуть алиэкспрессовский классический снеговик или взять в любом отечественном магазине гаммакс 300 или 400 тут уже решайте сами а вот материнские платы под сокета m4 из китая я бы брать не стал да некоторые предложения выглядят интересно но не стоит забывать что такие платы могут быть из ремонта и частично из б.у. комплектующих и тяжелую судьбу матери знает только дядюшка ляо и его паяльник на новые решения ценник слабо отличается от предложений российских магазинов к тому же на плату гарантию лучше иметь нам нужно лишь выбрать чипсет и вот тут уже посложнее если вы планируете использовать видеокарты nvidia то можно взять достаточно старые но не бесполезные платы на чипсете b450 они без проблем поддерживают райзен 3000 есть обновление bios для работы с 5000 линейкой да и ценник на них приятный но если вы планируете брать видеокарты а md то платы придется брать на b550 дело в том что nvidia старается не урезать шину своих видеокарт и даже младший rtx 3050 может похвастаться восьмью линиями поэтому разница между пися экспресс 4 и 3 с ней минимально этому же помогает объем видеопамяти 8 гигабайт для такой видеокарты это много поэтому кооперативной памяти она будет вращаться редко а вот у md с этим все плохо базовая rx 6500 xt имеет всего четыре линии пися экспрессы и 4 гигабайта памяти поэтому разница между пися экспресс 3.0 и 4.0 катастрофическая и достигает временами 50 процентов и даже куда более мощная rx 6600 xt ограничено восьмию линиями поэтому пися экспресс 4 лишним тут точно не будет это может дать до 10 процентов fps вот такая зависимость и лучше бы об этом помнить если берете карту от nvidia можно остановиться на старом b450 с пися экспресс 3.0 случае с картами amd средне низкого ценового сегмента уже нужен пися экспресс 4.0 а значит пятисотая линейка чипсетов что касается конкретных моделей то у нас был ролик как правильно выбрать материнскую плату если вкратце брать стоит решение с четырьмя модулями озу и мощной vrm с радиаторами 1 упростит апгрейд памяти второе позволит в будущем перейти на более горячие и мощные райзен 5000 остальное наполнение уже на вкус и цвет найти решение с парой слотов м2 кучей юсб портов сложности пока нет при этом ценники тут откровенно радуют хорошую плату на b450 легко найти за 5-6 тысяч рублей а за годное решение на 550 придется выложить 7 9 тысяч брать что-то дороже например x 570 смысла я не вижу под а m4 новых процессоров больше не будет последним самураем стал райзен 7 5800 x 3d в общем видеокарты nvidia берем плату на b450 видеокарты amd лучше b550 ну с оперативной памятью я думаю тут все понятно с учетом того что эпоха ddr4 заканчивается и набирает силу ddr5 найти высокочастотные модули старой озу за недорого проблем не составит их научились клепать даже китайцы к тому же память такая же вечная штука как и процессоры поэтому большого смысла переплачивать за бренды ради гарантии тут нет можно взять два модуля по 8 гигабайт с частотой 3600 мегагерц на али это оптимальная частота для райзен 3000 да и такого объема для игр без проблем хватит на ближайшие пару лет но если потом будет мало есть еще два свободных слота втыкайте хоть 32 гигабайта и вот мы подошли к самому интересному видеокартам еще несколько месяцев назад людям со слабой психикой не рекомендовалось гуглить цены на них ну а сейчас некоторые решения продают близко к рекомендованному прайсу тут и новая крипто зима и сроки окупаемости в майнинге в общем карты по всему миру сейчас дешевеют а у нас тут еще и неожиданно сильный рубль однако у российских цен есть значительный то у многие магазины в марте резко задрали цены и не особо торопятся их опускать как итог видеокарты как и процессоры также выгоднее брать самостоятельным параллельным импортом из китая смотрите сейчас за простую rx6 500 xt в россии просят по 30 тысяч рублей что почти вдвое выше рекомендованного прайса а вот на али ее можно забрать за 19 20 тысяч что уже ближе к официальной цене и тут возникает вполне обоснованный вопрос а можно ли вообще брать видеокарту из страны которая славилась своими майнинг фермами да можно даже в разгар бума майнинга rx6 500 xt с 4 гигами было абсолютно неинтересно эфир на ней майнится только классический да и остальные криптовалюты 64-битную шину особо не жалуют поэтому такая карта придет к вам новый что касается гарантии то ее конечно же не будет но с другой стороны мы говорим о простейшем холодном gpu с минимумом памяти что 6500 xt может в играх если вы последовали нашему совету и поставили ее на плату с поддержкой pci express 4 0 то проблем с новинками full hd у вас не будет средняя местами высокие настройки графики вам обеспечены да разумеется ни о каком 2к тем более 4к речи не идет как и о стабильных 100 fps но все еще поиграть в любимые игры получится без всяких проблем особенно если вспомнить как полгода назад за те же 20 тысяч трудом можно было взять gtx 10 50 ти которая новинки сейчас тянет в основном в hd но все еще нужно понимать что rx6 500 xt хоть и стоит своих денег запаса на будущее вам не даст вообще никакого и скорее всего через пару-тройку лет когда появятся игры на анриал engine 5 она сможет тянуть их лишь на минимальных настройках графики и не факт что full hd поэтому если есть такая возможность имеет смысл доплатить до народной rtx 3050 тут и 8 гигабайт памяти и pci express 4 0 не обязателен и поддержка dlss что позволяет существенно увеличить fps в тяжелых играх с минимальной потери качества картинки в россии такая карта стоит конечно же неадекватно дорого 45 тысяч рублей а вот на али rtx 3050 можно найти и за 30000 и да это будет новая карта несмотря на 8 гигабайт памяти из-за узкой шины копает эфира на очень плохо и что касается возможностей 3050 в играх то они как и у народной gtx 1050 ti в свое время можно поиграть в новинки с высокими а то и ультра настройками графики full hd разумеется для 60 fps это отличный вариант а 8 гигабайт памяти гарантирует что через пару лет проблем в играх у 3050 не будет что остается для окончательной сборки пк накопитель корпус и блок питания про жесткие диски забываем вообще забываем даже как второй накопитель для игр все дело в том что мы собираем пк явно не для минимальных настройках графики и уже многие современные игры в рекомендуемых параметрах требуют наличия ssd минутные загрузки под фризы в самых неподходящих местах нам не нужны поэтому для игр и системы берем строго ssd при этом гнаться за nvme также большого смысла нет так что идеалом будет саташный твердотельник например на терабайт остается последний вопрос где брать и с одной стороны рука так и тянется поискать ssd на алиэкспресс где накопители на терабайт можно найти за 5000 рублей с другой стороны в отличие от памяти процессора твердотельные накопители действительно имеют срок службы и с учетом того что нередко дешевые китайские ssd буквально набирают из отбраковки флеш памяти никто не гарантирует что через полгода год он не посыпется захватив с собой все ваши данные тут либо сэкономить 3-4 тысячи взять китайский ноунейм без гарантии или же заплатить эту разницу за схожий по скорости накопитель но с гарантией в несколько лет а вот что точно не стоит брать на алиэкспресс так это корпуса и блоки питания с корпусами там все понятно они у нас стоят не особо то дорого поэтому тащите вы из китая надеюсь что почта россии их не деформирует при доставке не стоит с блоками питания все банальнее так далеко не все разбираются в их схема техники и внешне даже профи не может определить начинку китайцы тут мухлюют как могут мне 1000 ватт за 3000 рублей пожалуйста только правда разъемов у него как у чахлого 500 ватт ника да и на самой наклейки пишут про 400 ватт на 12 вольт так что bp берем строго в россии от известного бренда из гарантии с учетом того что видеокарты настоящего прожорливы а решение в будущем вообще по слухам будут потреблять как весь современный компьютер честное 600 650 ватт это уже минимум для современного игрового пк xas и vx и оставьте для офисных компьютеров ссылку на список и блоков питания я оставлю в описании выбирать стоит как минимум средние а лучше даже модели выше среднего ну а по корпусу ограничений вообще никаких нет да по хорошему желательно вентиляторы на вдув и на выдув но если нет желания тратиться пойдет вообще любая железка главное чтоб видеокарта туда влезла и кулер а теперь главное подсчет финансов если вы выбрали ветку развития amd и планируете сэкономить то собрать компьютер способный порадовать вас в современных играх получится за 55 60 тысяч рублей если вы выбрали запас на будущее и nvidia то придется выложить примерно на 10 тысяч больше что любопытно мы вернулись к классической формуле гласящей о том что добротный игровой компьютер стоит 1000 долларов еще полгода назад столько отдавали за rtx 3060 в любом случае если смотреть на готовые конфигурации то решение на шестиядерном cpu с rtx 3050 и 16 гигабайтами оперативки обойдется вам 85 90 тысяч рублей так что сама сбор экономит вам внушительные 20 тысяч окей мы разобрали хорошую сборку среднего уровня можно ли в ней что-то изменить в лучшую сторону без особых переплат да можно поменять шестиядерный райзен 3600 на четырех ядерный core i3 12100 и нет я не шучу действительно есть смысл переплатить за менее ядерный процессор от intel потому что в играх до сих пор решает высокая производительность на ядро и тут i3 на свежей архитектуре elder lake выглядит фаворитом он настолько хорош что без проблем обходит в играх райзен 5 3600 кроме того платформа lj 1700 находится в начале своего жизненного пути в будущем будет работать с 13 поколением процессоров intel а м4 же официально все новых процессоров под него больше не будет и во второй половине года выйдут райзен 7000 на а м5 поэтому включать дальнейшего апгрейда и более высокой игровой производительности покупка корай 3 12 100 вполне оправдана тем более на али он стоит буквально на тысячу дороже райзен 5 3600 единственное за что придется переплатить так это заплату чтобы иметь возможность разгона памяти и запаса на будущее лучше смотреть на решение с чипсетом b660 а тут хорошие платы стоят 10 12 тысяч рублей что вдвое дороже чем на b450 для райзен зато поддержка пися экспресс 4 уже есть и есть возможность без проблем ставить современные видеокарты радион без потери производительности также возможно будут некоторые сложности с покупкой кулера нужно понимать что крепление от старых lg не все подходят под новый сокет lg 1700 так что внимательно смотрите чтобы выбранный вами кулер поддерживал свежую платформу intel во всем другом нюансов никаких нет гнаться за поддержкой ddr5 пока смысла мало ddr4 3600 вполне хватит на ближайшие несколько лет самой 3 да и будущее а и 5 на которой его логично сменить не должны отличаться повышенным жором поэтому остальные комплектующие можно оставить от сборки на райзен итоговая переплата за свежую платформу intel будет в районе трех пяти тысяч рублей что достаточно недорого с учетом ее долгой актуальности в будущем шестиядерный райзен четырехъядерный intel core i3 и rtx 3050 это конечно хорошо но что если вы готовы заплатить больше чтоб получить ультимативный гейминг на ультрах full hd а то и вовсе замахнуться на 2к и может одним глазком взглянуть на консольный 30 fps в 4к в таком случае вам помогут готовые сборки из крупных магазинов да не удивляйтесь ом железо стоит дешевле чем ритейл если вы попробуете собрать пк с шестиядерным cpu и rtx 3060 соли самостоятельно то это выйдет вам примерно в 100 тысяч рублей и столько же а временами даже дешевле стоят готовые сборки в магазинах но в данном случае у вас будет гарантия на все комплектующие в отличие от китайской площадке так что если вам нужна хорошая игровая машина ищите системные блоки на шестиядерных cpu вместе с rx 6 600 xt или rtx 3060 с 16 гигабайтами оперативки это будет отличный конфиг для ультра настроек full hd за достаточно вменяемые деньги единственный минус у магазинных сборок это обычно не самые качественные используемые комплектующие будут простые системы охлаждения блоки питания впритык платы с минимумом слотов так что апгрейд в будущем потребуют каких-то финансовых вложений но если вы хотите хороший пк здесь и сейчас готовые системные блоки ваш выбор и у меня тут появилась такая идея в нашей группе вконтакте мы уже не один год собираем пк на заказ там есть ряд сложности ограничений по типу железа конкретной фирмы но в целом если вам нужен пк напишите менеджером в нашей группе сравните цены что получилось и уже решайте если хотите чтобы вам собрали пк для видео напишите об этом менеджеру возможно ваш пк появится на канале естественно с вашего разрешения и здесь мы его протестируем что в итоге собрать добротный компьютер солянку из комплектующих с али российских магазинов можно за вполне вменяемые 60 70 тысяч рублей да по своим возможностям это не предел мечтаний но обеспечить комфортный гейминг full hd и 6500 xd а тем более rtx 3050 смогут без особых проблем конечно остается вопрос с гарантией и нужно помнить что доставка посылок соли может затянуться на пару месяцев но все еще такая полу параллельно импортная сборка позволит сэкономить вам до 20 тысяч рублей что я считаю достаточно существенно с другой стороны если вы хотите мощный компьютер здесь и сейчас имеет смысл присмотреться к магазинным сборкам какой смысл брать соли сомнительную rtx 3060 без гарантии за 45 тысяч если готовый компьютер с ней в россии может стоить около сотни нужно помнить что такие относительно нормальные цены не факт что продержится долго с поставками нового железа в россию все плохо цены на али завязаны на доллар а он зверь непредсказуемый так что если у вас есть потребность в хорошем игровом или рабочем системе нет смысла ждать велик шанс что ситуация с доступностью железа снова ухудшится напоминаю друзья ваша поддержка это лайк и подписка на наши новостные сообщества читайте краткие айти новости от мк в телеграм и группе вконтакте там же в группе наш магазин готовых пк возможно там будет дешевле но это не точно меня зовут михаил крошин сеанс связи окончен еще увидимся пока а